Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху разочарован решением Вашингтонской администрации отказаться от введения санкций против Международного уголовного суда в случае выдачи им ордера на его арест. Об этом глава правительства еврейского государства заявил в интервью радиостанции «Сириус». Израильский премьер также напомнил, что еще на прошлой неделе в США планировали ввести санкции против МУС за намерение арестовать нескольких высокопоставленных израильских чиновников. «Решение прокурора Международного уголовного суда выдать ордера против демократически избранных лидеров Израиля, борющихся с террористами Хамас, считаю за гранью возмутительного. США заявляли, что поддержат законопроект о санкциях, и я думал, что их позиция не изменилась, поскольку всего несколько дней назад обе партии пришли к единому мнению. А теперь вы утверждаете, что это под вопросом. Я, если честно, удивлен и разочарован». Нетаньяху также отметил, что Израиль делает все возможное, чтобы защитить мирных граждан, рассылая миллионы СМС, разбрасывая листовки и совершая звонки с предупреждениями переместиться палестинцам подальше от опасных точек, где Цахал собирается проводить боевые действия. Он также добавил, что обвинения в намеренном замедлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа беспочвенны, поскольку, цитата, «враги Израиля – это Хамас, а не палестинский народ». США находятся под угрозой, потому что если избранные должностные лица Израиля подвергнуты санкциям, им выданы ордера, а то же самое произойдет и с американскими избранными должностными лицами. Вот почему Америка традиционно заявляла «мы не принимаем решение МУС». Уголовный суд также выдвигает ложные обвинения, якобы Израиль пытается заморить голодом мирных жителей Палестины, мы направляем в Газу полмиллиона тонн продовольствия и медикаментов, потому что мы воюем не с гражданским населением, а с Хамас. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в Палату предварительного производства с требованием выдать ордеры на арест премьера Израиля Бенемина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта. По его утверждению, прокуратура имеет доказательства, что они виновны в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории сектора Газа. Между тем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о продолжении работы над законопроектом о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда после того, как его прокурор Мус запросил санкции на арест Нетаньяху и других чиновников кабинета, а также лидеров радикального движения Хамас. Эльнур Гаджиев, CBC.